Добрый день, дорогой профессор! Николай Евгеньевич, я знаю, что вы выпустили новую книгу. Я вас поздравляю, я вас поздравляю. По-моему, у вас их 20, если не больше, да? Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Как всегда пишут, говорят, более 20, да? Хотя можно же написать Четко? 30 книг. На русском языке у вас книга, да? У меня она вышла на 8 языках. Поздравляю. Спасибо вам большое. Вдохновение такое большое появилось. Вот ключ помогает. Перед этим, перед нашей встречей я был в спортивном городке, пришел на фитнес и понял, а это ведь не то, и не захотелось заниматься. Пришел на открытый городок возле дома, занимался. Смотрю, люди смотрят. А чем это вы занимаетесь, интересуется? Ну, кто-то там подтягивался, а потом, а чем это вы занимаетесь? Я делал вот эти 5 упражнений. Я говорю, так и так, вот это вот хорошо. А можно нам позаниматься? Давайте. И я тот провел так, ну, нежданно провел занятия. Вот очень интересно. И увидел, как у людей засияли глаза. Вот это вот интересно. Спросили что-то такое. Николай Евгеньевич, эти 5 упражнений как бы пример. Потому что на их базе, вот на базе синхронизирующих действий, думая о своем, о волнующем и делая, то есть там это же как раз вектор внимания. Упражнение впервые в мире направлено не на качество выполняемых упражнений, а на те задачи, которые стоят, которые волнуют. Потому что упражнение – это не цель, это инструмент. И каждый человек может подбирать именно свои по этому принципу. По этому принципу. Да, это надо обязательно было мне сказать, потому что кто-то может подумать именно эти упражнения. А вот, может быть, ему какое-то другое подойдет. А вот принцип ключа – это подбор индивидуальных приемов и упражнений. Да-да. Но мне там лекцию некогда было читать. Я просто личным примером показал. Это вдохновило. Каждый делал по-своему. Потом я сказал, каждый может делать по-своему. И вот самое главное – вот это облегчение. И я понял, вот еще больше убедился в том, что вот эти соединения метода ключ и метод международной школы научно-практических STEM-образования, профессора Симановича, это дает очень классный результат. Вот в чем заключается школа? Моя школа заключается в том, что мы рассматриваем человека от момента зачатия, я так говорю, от момента встречи с приматозоидом, с яйцеклеткой, до перехода человека в другой мир, в другое измерение. И вот когда человек идет, у него обязательно появляются какие-то препятствия в семье, в школе, в институте, в жизни, в семье. И вот эти вот препятствия, как раз остановился человек, погрузился в метод ключ, расслабился, раскрепостился, снял раскрепощение и по новой начинает мыслить, понимая, что да, это все в жизни так и есть. Перезагрузку сделал, да? Перезагрузку. И пошел дальше. Да. И это очень сильно людям помогает в жизни. Николай Евгеньевич, а вот там были, нам такие письма писали, Николай Евгеньевич в прошлый раз говорил, что он использует раскрепощающие приемы, ключа и для танца, и для песни. И они не все поверили, что вы можете прямо на экране, чтобы... Дяжело поверить в это. Ну, трудно. Я могу показать. Ну, вы что, прямо сейчас можете показать? А у меня теперь место есть. Да, давайте, покажите тогда. Ну, это просто будет отлично, потому что есть такие молодые люди, которые думают, ну, наверное, Николай Евгеньевич просто так сказал. Придумывает, да? Да, придумывает, чтобы сказать, какая у него школа, Симонович, и какой метод ключ у нас вообще. Да, придумывает. Ну, давайте, покажите, пожалуйста. Вот, я тогда включу музыку, да? Или можно без музыки, я без музыки могу. Ну, могу, вот, я записал песню. Я вам потихоньку скажу, Николай Евгеньевич уже мольберт, по-моему, там поставил. Он уже собирается рисовать. Он тоже всесторонне расширяется, возможно, а как же, вы же раскрепощаетесь, нервно-мышленные зажимы снимаете. И то, что было как бы далеко от вас и не ваше, оно приближается к вам, вы барьер снимаете. Конечно, раскрепощающее действие, а как же, любая физкультура помогает, просто надо было ее делать по принципу ключа. То есть, внимание должно было быть не на упражнениях, а на ваших целях. А это инструмент, чтобы снимать барьеры. О, поехал, поехал. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая настояне в карту. Отчего, отчего, отчего нехорошо. Други 25 книг на разных языках. По перегулку, отчего. Ну, я думаю, достаточно. Конечно, конечно. Дело в том, что миллионы людей, которые, вот я бы попросил спойте там что-нибудь, они бы так искукожили сразу. Как это, экран, все смотрят. А у нас же все страны мира. Из Украины, Белоруссии, из Норвегии, из Швеции, из Италии, Греции и так далее. А вот можно я расскажу пример из своей жизни? Давайте. Я приехал отдыхать на курорт, город Трусковец. И зашел в ресторан. Зашел в ресторан, закрытый, такой небольшой, тихенький, играет музыка. И я себе танцую. Ребята танцуют там, Эх, Одесса, Жемчужиного моря, ну и прочие танцы. Я танцую, танцую. Заходит компания мужчин. Наверное, человек 7-8 их было с девушками. Ну, сели за столы, девушки видят, я танцую. А я был с дамой. Ну, дама не захотела танцевать. Говорит, мне стыдно, я должна выпить, я должна расслабиться. Ну, ладно, пей пока, расслабляйся. А теперь мы уже с помощью ключа, без алкоголя. Вот оно в чем. Да, вот оно все, это расслабление. Эти ребята смотрели, смотрели. Девчонки говорят, давай, давай танцевать, давайте танцевать. Ну, отпустили ребята. Они со мной потанцевали, пошли, сели за столы. А музыка играет, а я все танцую, 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 танцую. Мне радостно, весело. Не выпив ни грамма, я не потребляю спиртных напитков. Вот, танцую. И потом ко мне один подходит от компании старшей, говорит, не позорь нас. Я говорю, в каком смысле? А что это ты тогда станцевался? Мы пришли с девчонками выпить, да пойти по номерам. А ты нам всю малину портишь. Я потанцевал, подходит администратор и говорит, пойдем, я тебя проведу. Я этой даме, с которой пришел, пойдем. Она говорит, нет, я не пойду, я пришла выпить, ну, пей себе. И он меня через кухню вывел и говорит, ну, не хотел, чтобы были неприятности. Ну, правильно. Потому что это вот могло бы вот такой скандал и конфликт. Вот так вот и получается. Когда люди стесняются, боятся, они тогда так настороженно смотрят, что какой ненормальный, танцует и танцует. Ну, да. Вот это и конфликт может быть. Вот действительно. Конфликт на ровном месте. Потому что свободный человек может вызывать восхищение только у людей, которые хотят быть свободными. Которые свободны. Да, внутри хотя бы вот стремятся к свободе. Я бы на чем-то месте к вам просто подошел. А как вы это делаете? Научите нас тоже. Правильно? А у нас сейчас молодежь какая? Она вот увидит такое и скажет, да это там непонятно, может, он притворяется. Там кто-то писал какую-то записочку мне там. Николай Евгеньевич, мужик хороший. Ну, правда ли то, что он говорит, что у него школа там интересная есть? Я ему написал, конечно, правда. А как же еще? Как называется ваша школа? Международная научно-практическая школа STEM-образования профессора Симоновича Николая. Она охватывает всецело, комплексная система. И вот как раз у меня для этой полностью системы не хватало, я не знал, что не хватало, но понимал, чего-то не хватает. И вот когда мы с вами познакомились, я понял, о, что мне надо. Ключ. Правильно. Правильно. И все вот эти, вот в стену упираешься, применяешь ключ, стена расширяется, и люди дальше идут. Николай Евгеньевич, я хочу вам сказать одну важную вещь. Я вчера всю ночь, как говорится, взахлеб, смотрел по интернету встречу Далай-Ламы со студенчеством Москвы. Я не знаю, какого числа это было, но университеты Москвы, там государственные все это, студенты и Далай-Лама. Они задавали ему вопросы, что такое буддизм и так далее. Он сказал, это сострадание, это любовь к человеку, это сопереживание, которое помогает быть в дружбе всем людям на планете. А мы как раз науку человечности создаем у нас на сайте там. Я его слушаю, просто обалдел, какие студенты задавали умные вопросы. Например, один там студент, он то ли из Бурятии, то ли из Калмыкии, он задал вопрос, нет, девочка задала, девочка. Там много вопросов, очень интересно. Она задала вопрос, что буддизм известен просветлением, а что такое просветление? И он сказал, свет это знание. Представляете, как это здорово, что наш интеллект говорит, он способен просветляться и по существу. А другая девочка спросила, что такое красота? Он сказал, вот есть внешняя красота и есть внутренняя. Красота души, это, говорит, сердечность, добросердечность, это любовь. Боже ты мой, такие простые, такие мудрые вещи. И он говорит, только это, говорит, только это помогает нам все вместе на земле выжить. Да, только это. А у нас как раз наука человечности, как раз мы говорим, друзья, коллеги, ребята, давайте определять понятия, которые вообще расплывчатые. Что такое любовь, что такое сопереживание, что такое сотрудничество, что такое... Коллективный разум, что это такое. Потому что расплывчатость этих понятий, как говорится, разбирает людей по своим квартирам. Не дает им вместе общаться по-человечески, потому что каждый понимает по-своему. Как он понимает. Да, да, как он понимает, и мы не можем найти общий язык, и надо создавать международный, единый язык. Да, раньше, тысячи лет назад, такой международный, единый язык был. Назывался Бог един. А сейчас вот надо создавать на научной основе определение понятий, чтобы каждому понятно было, что именно сопереживание, именно сострадание, когда ты думаешь не только о себе, но и о ближнем. Вот тогда мир и происходит. Да, у нас такая вот именно в школе есть и такое направление, коммуникация, основа теории коммуникации, психологии коммуникации. Там, где как раз это все и рассматривается, тоже есть один из элементов. Мы всегда говорим, кто говорит. Вот вы говорите про метод ключ, вы говорите о доброте, вы говорите о солнечном свете, и вот я могу сказать, вот для меня вы как мощный-мощный фонарь, который светит в темноту, и темнота раздвигается, и указываете путь. И вот это есть доверие, да, коммуникатор, кто? Что он говорит? Как он говорит? Какой эффект с этого есть? И работая со студентом, я тоже вижу, сразу видно, какая атмосфера в семье. И очень такая бывает порой неблагоприятная. Родители держат ребят, детей в каких-то рамках, и они не знают, они туда нельзя, сюда нельзя. И боятся мыслить, боятся рассуждать. Это вот, это плохо. А вот раскрепощаясь, когда вот мы, ну так вот мы упражнения делаем, там шутку шутим, да, и тогда человек, особенно когда слышат, что ты говоришь простым человеческим языком, многих людей это коробит. Почему-то кажется, что профессор там должен говорить, да, умными фразами, конечно, это сложно. Привык ли к этому, что надо там назидать, там, а не раскрывается. На самом деле все очень просто, простое. Говорят, а я же это все знал, знал, но не применял, не было наставника. Вот теперь уже должен быть преподаватель, или вот вы не учите, вы не станете. Так я думаю, что, собственно говоря, и преподаватели, и профессора, и священники, и мулы, и все, они как раз этому, наверное, посвящают где-то какое-то время, говоря человеку, будь человеком, будь человеком. А мы как раз и научно, почему метод ключ, научный метод, потому что, во-первых, чтобы быть человеком, надо снять стресс, потому что, когда человек в стрессе, он зажат, когда он зажат, он эгоист, потому что он выживает, он в этот момент на него все рушится, он в страхе, в панике, он выживает, и у него глаза не открыты на мир. То есть, научный метод именно в том, что там есть законы, закономерности, когда повторяемое движение снимает напряжение, закономерность, что после действия есть после действия. Там много научных таких вот вещей, которые позволяют простым способом снять зажатость и открыть себе человека. Вплоть до перезагрузки, да, там вплоть до перезагрузки, когда суета уходит в мысли, и ты выходишь на безмятежность. А когда выходишь на безмятежность, и начинаешь лучше соображать, и видишь мир со стороны, и видишь картину в целом. Это вот как раз ключик, как раз и нужен для проосветления. Создание семьи, это помогает в создании семьи. Я, например, вчера пил кофе, и за мной стоит девочка, ну, потом мы познакомились, студентка. Я спрашиваю, как дела? Она идет на контакт, мы сели, ну, пьем кофе. Я спрашиваю, а как? Она говорит, а мне родители разрешают быть человечной. И она общается с людьми. А не боишься? Она говорит, а чего бояться? К добру тянется добро, ко злу тянется зло. И как вот у нас всегда учили, противоположности притягиваются. Притягивается только... Да, 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 добросердечность. И вот там Далай-Лама тоже сказал, красота бывает внешне. Вот, например, вы макияж сделали или покрасились, привлекли внимание молодого человека, а потом через 2-3 дня краски снялись, и оказалось, что совсем не те люди. А вот если у вас сердечная доброта, это, говорит, красота. И она у вас идет от сердца, и вы в каком бы ни были состоянии, в каком бы положении, даже, говорит, с врагом своим, идейным или с кем-то, если вы к нему с добром, с этой красотой. Он связал вот эта красота, доброта, чистосердечность, сопереживательность. Он связал между собой, и стало сразу так понятно, ясно. Главная красота – это красота души. И тогда и мысли по-другому, и улыбка по-другому. Он это так просто объяснил по-человечески. Вот же до таких простых истин, как трудно было доходить. А то буддизм берут, смотрят, что такое буддизм, и не понимают. Просто люди хотят так трактовать. Да, там меня часто спрашивают, ты верующий человек? А как же я верю? А глубоко веришь? В каком смысле глубоко верить? Без веры жить нельзя. Ну, подмена там вера. Из церковных таких всяких. Да, да, да. Меня тоже спрашивают, какой религии я не говорю. Это дело лично каждого. Да. Я там христианин, или мусульманин, или буддист, или иудаизм. Но я никому не говорю, потому что я хочу показать, что это стоит у каждого человека вне религии. Это душа человеческая и ум человеческий. Это разум и сердце. Когда есть гармония, тогда ты вот именно то, о чем мы пророки говорили. Сердцевина в карандаше, да? Да. Вот школа та, которая дает. И вот, знаете, я заметил, когда фотографируют, этот классный фотограф, тот, который увидит внутреннюю душу человека. И фотография красивая получается. А иногда слепок просто делал. Ну да, форму, 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 да. Сняли, ну, копию, да. Я вот вспомнил сейчас, было такое, там, раньше, там, в советское время ходили, фотографировали на улице. Потом делали маленькую фотографию. Ты приходил, заказывал себе. И вот в Одессе, я подхожу к этому фотоателье, две девочки выходят и говорят, ну и мордыш нам сделали. Народ умирал. Смеялись. А их просто слепок сделали, не сделали. Душу, душу ихнюю. А ведь сколько людей красивых, красивых женщин, которые комплексуют. Внешне, ну, оно и внешне, когда вот она полюбит, когда она поверит в себя. Вот тогда появляется вот это, правда? Открывается. Да, да, открывается. Потому что душа, 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 душа любит. Смея не идет. Там эндорфин и все, вся эта биохимия, и мышцы лица, и глаза светятся, и любовь такая. Это как раз свободное состояние. И к ней тело же. Конечно, красота, свобода, гармония, это все едино. Это все едино, это все взаимосвязано. Это состояние такое, говоря, состояние души. И ты прекрасен, и ты магнит, и все на тебя смотрят. Это ты свободен. Это очень интересно. И человек парит, парит над землей. И вот мы сейчас видели, как вы парили, вы танцевали. Вы танцевали, парили, да, но... Другое дело, человек это делает с помощью алкоголя. И с помощью сигарет, и с помощью там наркотиков. Если бы они знали раньше, вот дети, если бы сейчас знали, что вот это парение можно получить без всякого наркотика, без всякого алкоголя, так у нас столько болезней бы не было. Вообще бы не было болезней. Ну, да, конечно, вот этому мы и учим, вот наша школа человек будущего, этому и учит. Знаете, что вот эти сигареты, это искусственный заменитель алкоголя, это искусственный заменитель вот этого состояния, этих гормонов, эндорфинов и прочее, которые включаются, когда вы свободны. Да, да, вот, вот, вот. Это вот наподобие можно, как люк открыл, и оттуда пошел парк. Николай Евгеньевич, вы готовы, вот, если вас попросят на какие-то вопросы, там напишут в комментах? Я готов, готов отвечать, мне хочется людям помогать. И я как-то... Есть такой старец Ильей, он духовник, и в переделке, но я к нему долго хотел попасть, хотелось поговорить. И вы знаете, не получалось, не получалось, не получалось, все. И вдруг в один день я приезжаю в переделке, найдет женщина по улице и говорит, хочешь с этим встретиться со старцем? Я говорю, ну да. Она говорит, пойдем. И мы вот встретили, четыре часа мы с ним проговорили. И я ему сказал, что мне не хочется учить, не хочется передавать знания. Мне нравилось применять эти знания. Применять на практике. А он говорит, это грех, надо передавать людям свои знания. Он подарил много книг, и я после этого, вот, пошла такая вот волна, и захотелось передавать. И говорил еще один мой старый учитель, он говорил, сегодня мы тебя учим, а завтра ты передавай, чему тебя научили. Я готов передавать, готов обучать, вот, кому необходимо, вот, и отвечать на вопросы, ну, на корректные вопросы, которые от души заданы, да. Спасибо, Николай Евгеньевич. И вы знаете, чем я еще сейчас занят? Я ищу, есть такой инок, он, ну, это монах. Он летчик был, летчик, у него ног нету. Он герой Советского Союза. И он очень добрый, и он очень, вот, и с детьми, и вот одно его такое общение, их поднимает на ноги, потому что он как раз там демонстрирует. Ну, не демонстрирует специально, а я имею в виду, у него это и происходит по природе, когда доброта лечит людей, доброта мир создает. Давайте, вот, если получится, мы Влада нашего попросим, чтобы он нашел его координаты, с ним свяжемся, и, может быть, в следующий раз еще вдвоем сделаем, а потом еще кого-нибудь пригласим, вот таких людей разных. Это было очень интересно. Даже втроем, в четвером, и так мы создадим у нас такой вот, не клуб, а вот какое-то... Сердцевина. Сердцевина, вокруг которого будут потом прилипляться люди добрые, отзывчивые. И всем привет передаем, и давайте ищите контакты таких людей, советы пишите, к кому нам обратиться, чтобы пригласить в наше сообщество. Нормальных, доброжелательных людей, потому что сейчас все вот в каком-то таком состоянии, неопределенность варится на нас, а мы как раз и показываем, и ключ показывает, как с неопределенностью работать, сохранять в себе человечность, как снимать стресс, выходить на творческое состояние. И вот, Николай Евгеньевич, хочу очень поблагодарить, через экран обнять и сказать, дай Бог вам здоровья, спасибо вам большое от всей нашей школы. Ну, вы вместе с нами, мы одна школа, еще у вас своя школа, мы все вместе. Ну, система, система, это очень важно. И вот очень хотелось тоже попросить, кто смотрит нас, да, чтобы действительно задавали вопросы, которые волнуют их. Да, 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 именно, именно. Критику, ну, там, ну, можно и критиковать. Пожалуйста, пожалуйста, пишите критику, подумайте сначала, что вы пишете, потому что у меня тоже так бывает, когда я по эмоции его так сразу напишу, а потом подумаю, подумаю, опять посмотрю, потом через час посмотрю, а оказывается, не то написал. Надо было все-таки вот так написать. Ну, это как раз таки, как говорится, задним умом хребки, поэтому, чтобы не выставлять себя глупым, подумайте сначала и правильно вопрос задайте. Вот давайте, друзья. Прямо по делу вопросы, которые можно вот ответить. Ведь много можно таких вопросов решить. Вот вопросы семьи, встречи, создания семьи, воспитания детей. Вот у меня, например, приезжают внуки, я им объявляю, они только выходят из машины, объявляю, вы поступаете или попадаете на территорию свободных людей. У нас нету старших, младших, у нас свобода. И они совершенно по-другому начинают мыслить. Ну, конечно. И предложения, выдают предложения. Я в следующий раз, внучка мне создала образ. Я говорю, нарисуй, каким должен быть твой дедушка, чтобы тебе было приятно с ним ходить. И себе. И она создала образ. Я сегодня не успел. Не успел. Там уже в ателье там делать, но не успел это сделать. Костюм такой. Специально. Я вот в следующий раз уже выйду в этот. О, интересно. Спасибо, Николай Евгеньевич, от всей нашей школы, человек, будучи хомофутурусу, вам спасибо огромное, здоровья. И я надеюсь, в следующий раз нам что-то еще свои успехи расскажете и покажете. Я думаю, покажу вольберт. Давайте, давайте, давайте. До встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok